Планируется, что до конца следующей недели дирекция благоустройства города установит декоративное ограждение на участке в районе улицы Праволыбецкая, где ранее располагался снесенный дом номер 44. Такое решение было принято в связи с обращениями граждан и в целях ликвидации несанкционированной парковки на этой территории и дальнейшего выезда оттуда транспорта на дорогу с грязными колесами. А вот на улице Свободы, дом 66, ситуация пока не изменилась. Придите туда, когда распутится и дождик будет. Вы сами все поймете. Это вообще находиться невозможно. Жалко, асфальт новый топчут. На улице Свободы, рядом с домом 66, расположен консультативно-диагностический центр областной детской клинической больницы имени Дмитриевой. Сюда приезжают родители с детьми со всей области. Водители облюбовали место рядом с центром. Напротив музей истории молодежного движения. Здесь были снесены старые деревянные дома. Образовавшийся пустырь сразу заполнили машины. Водители мечтают о нормальной парковке, а прохожие возмущаются, что вся грязь с пустыря попадает на асфальт. Сами подумайте, что тут, как, кого устраивает грязь. Ну, я думаю, порядок так надо наводить. Привозим детей сюда, значит. А тут не встать, что нельзя, значит, хотя бы щебенки насыпать. Это просто огромное. Только в России такое возможно, скорее. Деньги мы куда-то уходят у нас на другие процессы. А элементарные вопросы у нас. Не двигаются. А что делать? Машины ставить надо, и мы где-то куда уходим. Конечно, надо асфальтировать тут. Еще одно место, где водители мечтают о парковке, это территория рядом с РГУ. Машины ставит здесь кто как может. Множество людей приезжает в ВУЗ там или в окрестные, какие еще другие дома. Вот. Или на работу. Поэтому нужна, конечно. Я хочу, чтобы город обратил на это внимание. Они грязь вон всю развозят на дороге. В общем, так и везде по городу. Везде с газонов вся грязь на дорогах, на тротуарах. И, в общем-то, ходить невозможно. Исполняющий обязанности начальника управления благоустройства администрации Рязани Алексей Муковнин уже отмечал, что по документам это зеленая зона, которая находится под мораторием. Однако есть запрос от граждан на создание там места для парковки автомобилей. А сейчас прорабатываются варианты, законодательно верные, для того, чтобы сделать на пересечении улиц Свободы и Садовой парковку. Даже озвучивались варианты многоуровневой парковки. Но пока это только проекты. Различные варианты еще рассматриваются. Что будет дальше, покажет время. Алиса Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».